здравствуйте сегодня у нас не то чтобы обзора просто посмотрим кое-какую рухлядь у меня был период увлечения всякой фото-видеотехникой наверно просто как воспоминание о тех давних временах я был молодой даже увлекался фотографией но в те времена у нас ничего не было достать что-то было трудно на в общем у меня еще есть несколько фотоаппаратов различных лет выпуска я позже их покажу а вот сейчас мы начнем с этой коробки где у меня хранится всякое барахло как-то давно я приобрел в германии ящик всякого фото барахла но просто ящик такой неизвестно что там известно что это фото барахло там был несколько фотоаппаратов всякое проще рухлить а еще значит уже так для как воспоминания о том чего никогда не было я купил и несколько упаковок с фото пленкой ну сейчас мы в этот ящик заглянем и посмотрим чего тут лежит так я его отодвину буду вынимать оттуда по частям и значит потихоньку показывать значит так начнем с этого все упало и развалилась сейчас я подниму и мы продолжим беседу и так продолжаем значит это упала вспышка вот она упала видите ну тут развалилась чем это батарейная вспышка одноразовая сюда вот вставляется одноразовая лампочка вот в эту часть сюда вставляется такая вот специальная видите батарейка значит закрывается одевается рефлектор сюда вставляется одноразовая лампочка потом у меня какие то есть одноразовые лампочки мы на них посмотрим это как обычно фотоаппарат а вот в это в разъем для вспышки вот такая вот ерунда так давайте посмотрим что есть еще как дальше следующая часть у нас это фотоэкспонометр и даже как видите рабочий рабочий фотоэкспонометр то есть если я закрою здесь ведь ничего не показывает открою показывает но те кто раньше занимался фотографией в старые времена знаю для чего такие экспонометры нужны но в свое время была полезная штука так дальше у нас еще одна вспышка вот тоже с одноразовой лампой но я ее не буду разбирать практически конструкция точно такая же как и той только лампочка вставляется видите вот сюда лампочка вставляется пусть валяется на столе смотрим что у нас еще тут дальше что такое тяжелое да еще одна вспышка так это уже раскладная вспышка сейчас попробуем ее открыть да вот такая вот складная вспышка тоже позиции для лампочки вот насчет батарейки я не знаю но наверняка на где-нибудь вставляется батарейка скорее всего где-то вставляется но сейчас это нам не принципиально этот вопрос не будем обсуждать и даже видите такой типа отражатель сделан встроенный так дальше что-то у меня одни вспышки я давно сюда не заглядывал вот еще одна вспышка даже тут с регулятор мощности да здесь вот для батарейки но вполне возможно что это даже может быть и не одноразовая многоразовая вспышка но лампочки здесь нету это на на включение выключение лампочки здесь явно нету вполне возможно что это многоразовая вспышка но без провода и без всего что сделано вот такая вот вспышка дальше что у нас смотрим дальше разворачиваем эти все осталось так как было в немецких газетах завернута так и осталось так еще один экспонометр проверим так экспонометр так работает а нет работает но как-то не очень хорошо ведь как-то его а вот он где это я дурак извините то есть на самом деле работает все хорошо потому что нет датчик не спереди а здесь я такие вижу первый раз но поскольку я и барахло не разбирал а просто как был так сложил другую коробку придел с концом тоже рабочий экспонометр тоже вещь достаточно полезная так еще одна что у нас тут дальше а еще один экспонометр так спереди так но этот похоже не рабочий да этот экспонометр похоже не рабочий видите если я тут закрываю то стрелка не колышится так там еще чего-то сейчас достанем так какие-то запчасти я так понимаю что какие-то запчасти от вспышки это похоже тоже вспышка да это тоже под вспышка скорее всего тоже одноразовый но тут даже не знаю где батарейка вставлялась но не будем сейчас разбираться где она вставляла здесь вот настройка как подобрать мощность вспышки расстояние прочее так но вот вот это вот одноразовая лампа видите для какой вспышки я не знаю она подходит но это много раз и одноразовая лампа причем это лампа я так понимаю на 4 вспышки одноразовый лап такие были на 4 вспышки видите вот ее поворачиваешь и она вспыхивает еще какая-то ерунда так я так подозреваю что это у нас 16 это это какая-то пленка какая пленка никому неизвестно так минус мини color нет это просто коробка это просто коробка из-под пленки 15 экспозиции 8 на 11 для автоаппаратов с маленькой да это видите здесь был color negative film это то есть негативная цветная пленка честно пакет пакет я бы подвину достану пакет есть так пакет так видите какое-то устройство для вставки пленки куда-то куда я только не понял такое вот устройство понять не имею зачем она нужна но может кто-нибудь из вас знает и расскажет на чего все это нужно инструкцию я читать не буду так а что-то еще есть полезного так это вот ручки я так предполагаю что это какой-то кинокамеры скорее всего ручки для перемотки или может для заводки так а остальное здесь сейчас я просто это все высыплю на стол убираться потом своим будет это просто пустые коробки кассеты из-под пленок использованные видите вот такая вот история это вот такие кассеты в которые ставилась пленка таких коробочках что-то было что-то не было для намотки пленки коробочка этого остатки от широкой пленки формат 6 на 6 6 на 9 даже даже написано сколько здесь каких экспозиций какого размера и форт вот если вы знаете там эта пленка она изнутри была одна этой бумажной подложке вставляла с фотоаппаратами у меня когда-то тысячу лет назад был такой фотоаппарат у него достался от отца трофейный японский 16 на 9 форматом потом я где-то там раздобыл еще по вам какой-то 6 на 6 тоже у меня был фотоаппарат но все было очень давно вот короче это вообще такой полный хлам неизвестно зачем и неизвестно куда но в принципе вот эти вот кассеты можно использовать для демонстрации работы широкоплёночных фотоаппаратов эти просто бумажки аппараты эти у меня в коллекции есть и мы до них доберемся и на них посмотрим потихонечку ну вот так а значит теперь опять это барахло все сдвигаем чтобы не мешалось нам в зоне обзора и достаем уже коробочки нет вот еще тут у меня есть тросик это тросик для спуска такие тросики они фотоаппаратах был такое специальное место чтобы нажимать затвор а не дергать фотоаппарат не нажимать затвор сверху на кнопку затвора например когда вы закрепили фотоаппарат на штативе то можно было вставить такой тросик это не так сильно качал фотоаппарат так где-то еще был такой тросик он он там завалялся сейчас на второй тросик достанем да вот еще такой более длинный тут даже видите как-то с таким винтиком с упором для для руки более удобно вот такой вот тросик так значит что дальше у нас с вами дальше у нас с вами вот это лампочки для одноразовых вспышек видите я на такую мы с вами посмотрели вот это целая упаковка неиспользованная значит берешь и используешь так еще есть вот такие вот лампочки philips тоже одноразовые для вспышки они сгорают во время вспышки и дают достаточно мощный эффект вот одноразовые лампочки для вспышек вот они видите какие как выглядят так такого синеватого оттенка еще одна такая же точно коробка с одноразовыми лампами ну да тут даже уже одной нет это все мне досталось вот это все барахло мне досталось вот с этим вот ящиком фотохлама который я когда-то давно купил из германии так а остальное у нас пленки 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 значит и вон коробка с пленками здесь вот даже видите 1 1 1 нету здесь даже видите цена какая-то 11 1190 евро но я покупал то их понятно гораздо дешевле потому что это все как правило продавалась на вторичном рынке видите еще это пленки кодек это вообще запечатанная коробочка сейчас я не очень хорошо вижу это негатив или позитив но это нам не принципиально так еще один такой же кодок так вот это кода колор это я так подстреваю позитивное написано по-французски так непонятно сейчас не будем издаваться в изучении вот это даже открытая коробочка тут не все фильмы не все лежат так вот еще одна фирма производитель это фуджи фил цветная пленка так снова кодок такой же еще такой же кодок вот так много у меня этого кодока вот еще кодок это вот широкопленочная запечатанная видите пленочка фуджи колор для цветной для широких это для шартоаппаратов широкой пленкой так еще один кодок так еще один кодок gold эти разные пленки с разной разного назначения такие красивые упаковки в наше время мечтой мечтой был раздобыть пленку урбок гдыровская она была на на лучшее наш пленка значит как-то который особенно у нас забыл как фирма называлась делались шостки это была жуткая пленка вообще качество было ужасное мы с приятелем я помню даже пытались заниматься цветной фотографии но в условиях я имею ввиду негативный цветной дни и слайдами как это называлось позитивная негативный цветной с отпечатками но в наших условиях это было достаточно интересное развлечение я его помню значит сами мешали проявители самое главное что действующее вещество для проявителя купить было невозможно моего приятеля был знакомый тасс связан был с фотографией он нам как это в те времена говорили достал немножко действующие вещества для проявителя основного остальное можно было купить ну и черно-белые проявители мы тоже тогда делали сами хотя можно было купить в магазине но качество их было весьма невысокое так это мы все продолжаем с вами кидать в кучу вот эти вот кучу разных пленок которые у меня накопились из разных вот таких баргей на фото перуц премьера это фоторама я даже не знаю что это такое то есть кодек fuji мы с вами знаем а это нет так 35 миллиметров кодек полирует я даже не знал что полирует выпускал пленки для камер обычных фотокамер думал тут полирует еще какая-то неизвестный фирма джессер ну конечно же всем известная аква так это некоторые фирма фотостоп тоже fuji color всем известная так это fuji film тоже все вот такая вот коллекция различных коробочек очень красиво смотрится их поставить на стеллаж вот еще какой то есть бонус print я так подозреваю что все это немецкая так коника тоже очень известная фирма была производитель так это еще одним фотостоп так от этого даже я не знаю что это за фильм такой написано это только коробка пустая из под какого-то пленки скорее всего это для маленьких фотоаппаратов вот где-то у меня была пленка для маленьких таких мини фотоаппаратов ну вот не помню я где она к сожалению для мини фотоаппаратов пленка так вот это вот у нас еще раз лампочки для вспышек написано для цветной и черно-белой съемки так вот это вот по моему вот это вот по моему как раз и есть пленки для нет уже опять не то чуть такое другие пленки ума пан классик это черно-белый фильм негативный так вполне возможно что вот это fuji color это как раз и есть для миниатюрных сейчас я не могу вам уверен сказать что это по размеру но судя по всему да судя по всему вот это вот пленка у нас именно для широко я вас обманул для широко форматных аппаратов а здесь скорее всего кассеты для фотоаппаратов малогабаритных но мы когда доберемся до 13 на 17 миллиметров точно 12 кадров точно это для малогабаритных фотоаппаратов но у меня есть коллекция этих фотоаппаратов тоже скуплены были пачкой я сказать потом покажу знаешь буду знать что у нас эту есть пленка потому что я уже забыл что у меня тут лежит но и напоследок у нас еще оказывается тут лежат а пленки для съемки фильмов цветные они вот эти вот цветные обратимые пленки формата супер 8 у меня в коллекции есть несколько несколько пленочных видеокамер старых тоже мы с вами до них доберемся и тогда значит засунем туда и посмотрим даже распечатаем ради такого случая засунем туда пленку и посмотрим как они работают если они каши работают потому что это все валяется очень давно состояние неизвестное но мы до этого доберемся но вот все на этом все сегодня такой краткий обзорчик фото хлама спасибо вам большое и до следующих встреч встреч